всем здравствуйте хочу сегодня с вами поделиться очень интересной важной мыслью инсайтом который мне пришел когда я был на одном из тренингов на байкале про битвы которые мы ведем каждый день и про их бессмысленность досмотрите это видео до конца если хотите понять полностью мою мысль и я вам гарантирую что ваша жизнь реально может измениться просто после осознания этой мысли начну с предыстории когда я поехал на тренинг на байкал это тренинг татьяна мужицкой вот безмерно и благодарен уже снимал про это видео вот еще раз благодарю за этот тренинг там было задание в конце тренинга я детали все раскрывать не буду потому что ну во первых вам нужно самим туда поехать на этот тренинг да во вторых не хочется обламывать те кто не был на этом тренинге да вот все таки он того стоит но вкратце расскажу да про задание значит нам устроили типа битву то есть у нас было соответственно две команды вот и значит из каждой команды выходило по одному человеку и люди выбирали соответственно оружие типа оружие которым они будут драться это мог быть танец это мог быть словесная какая-то перепалка там за этом еще что-то да то есть формат битвы и соответственно правило следующее что выигрывает тот кто либо признает победу другого на то есть там станет на колено и скажет все ты выиграл либо поймет что он выиграл да и просто уйдет из битвы ну вроде правило все выслушали да соответственно там было больше там 50 человек мы сидели в кругу и наблюдали за соответственно битвами разных пар я был один из первых практически да там который вышел в центр вот и так как я очень такой человек эмоциональный такой заряженный да то значит у меня в моей системе координат с моей системе ценности нужно быть правом нужно бороться за справедливость и вот отстаивать свою соответственно позицию ни в коем случае не сдаваться просить помощи в моей системе координат вообще не нужно да там это показывание показывает что я слабый да если себя узнали можете плюсануть да там или лайкнуть это видео я думаю что я не один такой вот и соответственно вот моя битва она длилась примерно 30 минут значит мы просто друг другу смотрели в глаза то есть мы выбрали такой формат битвы что ну кто кого переглядит я дрался с мужчиной ему было где-то порядка 40 лет это такой боксер такой мускулистый значит в на тренинге он зарекомендовал себя как такого знаете лидера в группе вот он привлекал к себе внимание не только там женское на и мужское вот в общем и во мне он видел соперника да и я в нем тоже естественно да потому что мне тоже нравится когда вокруг меня собираются люди когда там за мной идут и так далее вот и значит мы встаем друг напротив друга я помню да значит у меня был такой боевой раскрас я снял себя майку все и соответственно с полным усилием воли с желанием победить я начал смотреть ему в глаза показываю что я не боюсь это длилось 30 минут причем на 15 20 минуте я начал понимать бессмысленность всего процесса происходящего да потому что каждый из нас хочет быть правым у каждого из нас правота естественно если говорить про мужчин да причем не только про мужчин да и про женщин которые выбирают мужскую линию поведения таких тоже очень много встречается ну вряд ли кто-то захочет почувствовать что он проиграл да что он слабее кого-то да естественно у нас эго большое да у нас желание показать что нет я прав я молодец там я выиграл но на 15 20 минуте мне приходит понимание что какого хрена я делаю да ну как бы там люди начали даже смеяться да то есть как бы причем в порыве агрессии и когда адреналина херачит в висках ну очень сложно логически и аналитически мыслить да но я вдруг пришел из эмоционального мозга в рациональной и начал осознавать происходящее глупость происходящего да и в итоге я вспомнил правила этой игры да что либо ты признаешь победу человека да там напротив тебя что он сильнее правее там за страшнее тебя либо ты сам выходишь из этой битвы являясь победителем для себя прежде всего и что я делаю то есть я беру и просто заканчиваю эту битву тем что выхожу из круга и объявляю себя победителем в чем inside друзья мои да потому что ну объясню в чем inside значит после этого после нашей типа битвы с этим мужчины многие начали делать так же и не до всех дошел inside после этого у нас была рефлексия да там это этого упражнения и некоторые женщины значит они ну прям вот высказывает типа а как этому смысле я же тебя значит вызвала на битву ты меня бесила все две недели тренинга я хотел тебе доказать что я там умнее сильнее там за харизматичнее красивее какого хрена типа ты просто вышла из круга мы же хотели побиться и тогда татьяна мужицкая значит спрашивает этой женщины которая значит так вот возбухает она спрашивает ты чё хотела ты хотела выиграть или ты хотела подраться еще раз вот всем кто любит битвы кто любит драться кто любит значит свою позицию отстаивать да то значит я пипец люблю это делать да но все таки сейчас уже поменьше стараюсь в это навязываться вот я вас спрашиваю вопрос можете в комментариях ответить вы хотите выиграть или хотите битву как вы думаете та женщина которая спрашивала типа какого хрена вот мы вышли я тебя вызвала на поединок я хотела значит тебе доказать что я сильнее да там и не только тебе остальным а ты взяла и слилась с битвы она чего хотела она хотела выиграть или битвы если она хотела выиграть то есть результат она либо первая вышла бы как-то либо преклонила бы колено и то и то являлось бы окончанием битвы но ей нужна была битва и в нашей жизни мы чаще всего не ради результата что-то делаем а ради того чтобы просто подраться ради процесса ради битвы нам важен процесс процесс доказательства процесс там не знаю там спора да есть очень классная фраза ты хочешь быть правым либо счастливым да или там ты хочешь быть правым либо богатым да охренительная фраза которая заставляет задуматься я часто привожу на своих там на лекциях семинарах там консультациях обучение пример да вот есть мужчина женщина и они хотят построить отношения семью сделать там детей нарожать и у них возникает какой-то конфликт спор да и они начинают спорить и естественно они оба правы потому что ну в системе координат жены например муж должен был вынести мусор а в системе координат мужа ему некогда было вынести мусор зато много чего другого делать и вот они оба по своему правы вопрос вы хотите быть правыми либо счастливыми если вы хотите быть правыми продолжайте дальше оспаривать в итоге это может довести до развода и вы со своей правотой останетесь один да там либо найдете себе другого мужчину либо другую женщину с которой повторите тот же самый сценарий если вы все же хотите быть счастливыми то нужно встать на сторону другого человека и подумать в общем стратегически да что нам нужно сделать предпринять вдвоем чтобы усилить наш союз на чтобы укрепить наши отношения вам что важнее быть правым в споре и либо построить гармоничные отношения вспомните свою цель какая у вас цель сверхзадача какая то же самое в бизнесе на мир да вот когда я ввязался в там суд с клиентом я очень чувствовал себя правом я действительно был прав потому что я сделал работу да там работа велась нанимались люди значит все процессы были запущены но клиент был недоволен да и соответственно я первым подаю в суд на него да там три миллиона рублей проигрываю да и с этой болью с этой обидой я жил полтора года это было очень тяжелое время именно в это время у меня пошел кризис и рефлексия и перепрошивка всех моих паттернов и сценариев и стратегий которые у меня были в голове неэффективных и неадекватных да я осознал одну простую вещь что во первых я сам создал себе эту ситуацию во вторых я мог быть неправым в этой ситуации а богатым то есть если бы выбрал позицию быть богатым и счастливым они правом я бы договорился с этим клиентом там да там то есть я суммарно потерял больше на своей правоте чем нежели если бы моя задача была моя задача была бы быть не правым а счастливым и богатым да то есть назад там поменять контекст с контекста войны на контекст партнерства понимаете и вот те кто смотрит это видео там досмотрит его до конца я вам очень рекомендую задуматься вот вы в своей жизни сколько создали себе битв войн в которых вы просто хотели быть правым они получили какой-то результат то есть вы ввязывались в битву ради битвы ради процесса да то значит это ради кровопролития не ради цели какой-то да выпишите себе на листочке все ваши битвы которые еще открыты да то есть эти открытые гештальт это самое страшное потому что мы туда сливаем кучу энергии и начните их закрывать эти битвы все выходите либо преклоните колено перед там человеком или перед ситуацией что вы не можете там быть сильнее этой ситуации либо сильнее этого человека признаете там силу и эго этого человека все выйдете из этой битвы либо выиграйте для себя то есть выходя из этой ситуации будьте правым для себя да то есть выиграйте для себя прежде всего да не ради человека там не ради там кого-то кто на вас посмотрит да а ради себя то есть вы считаете себя правым все этого достаточно но если вы хотите свою правоту кому-то доказать вот тут уже начинается опять битва понимаете Поэтому, короче, этот инсайт меня когда долбанул в голову, я осознал, сколько всего я наворотил, сколько битв я открывал в своей жизни, бессмысленных абсолютно, с людьми, с клиентами, с партнерами, еще с кем-то. У меня даже книга моя первая называется «Борьба за внимание». Тут на самом деле двойной смысл, потому что если вы прочитаете мою книгу «Борьба за внимание», вы поймете, что мое кредо долгое время по жизни было именно борьба. И когда я жил в этой борьбе, я достигал какого-то определенного результата, но в какой-то момент эта борьба начала мне мешать. Я про это как раз в книге и рассказывал. Многие люди поняли очень однобоко название этой книги, что нужно бороться, побеждать, и привлекать к себе внимание. Не совсем так. Соответственно, там смысл глубже, намного глубже. Поэтому, если вам было полезно это видео, если оно вызвало у вас какие-то эмоции, отклика, отправьте это видео своим друзьям, знакомым, близким, напишите комментарий, что думаете, поделитесь своими мыслями, эмоциями, поставьте лайк, подпишитесь. Все, спасибо, ребят. Вот такой инсайт сегодня для вас я подготовил. Продолжение следует...